Вот и наши первые дорогие сёстры-жёны-мироносицы. Сегодня у нас с вами воскресенье, Малая Пасха, конечно, мы в привкушении, в ожидании нашей Пасхи, и праздников остался маленький отрезок, всего лишь неделечка до праздника Пасхи. Приветствуем вас все дорогие, Юлия, Ирина, с праздником! Сегодня у нас с вами вербное воскресенье, сегодня мы вспоминаем ивановское событие, вход Господний в Иерусалим, когда кротко, Господь въезжает в него на ослики. Мир вам, с верностью, спасибо Господи и вас, с миром принимаем. Но прежде чем мы, как обычно, начнем общаться по вопросам, буквально немножечко расскажу о событиях, о воскресении Лазаря, о потом, следом, как Господь шел в Иерусалим, как его встречали. Ну, давайте все, наверное, по порядку. Господь слышит, что Лазарь почил, и говорит, что иду к нему, и все успения, то есть в православии есть как такой смерть, есть успения для временной жизни и для вечной уже пробуждения. И ученик говорит, не ходи, тебя могут убить камнями, на что он говорит, должно мне исполнить, и он идет в, сейчас дай бог памяти, в Ифанию, это недалеко от Иерусалима, на сегодняшний день это 17 тысяч людей, населения, и приходит, и что он находит там? Встречает его опять Марфа, которая печется о многом, встречает и говорит, если был бы ты здесь, то не умер бы брат наш Лазарь, ты бы исцелил бы его. Конечно, он проникся, как мы читаем в Священном Писании, расплакался, и многие видели слезы его, и сказали, сугубо любит его. Но это проявление его человеческой природы, но божественной, конечно же, он прощается к отцу, и говорит, не ради меня, но ради народа, которого здесь сотвори себе чудо, и подходит к гробнице, где покоилось тело Лазаря. Марфа говорит, что не входи, он уже смердит, то есть уже разлагается, но тем не менее Господь говорит, раз веруешь, до конца веруй, и Господь повелевает, Лазарь, выйди. И Лазарь уже четыридневный, который почивший, он выходит, обитый пленами, брус на лице которого, и он говорит, Христос говорит, освободите его. И что происходит дальше? Возлежит, как следствие, то есть раньше не сидели за столами, а возлежали, потому что это специфика тех мест, чаще всего это п-образный был стол, чтобы посередине могли приходить, приносить, уносить ясто, вот, и общаются. И тут уже сестра Мария принесла ароматы мира и начинает отирать ноги Христа, на что Иуда Искариотский, в котором уже в сердце его было сомнение, были мысли предать Христа, говорит, давай лучше продадим и раздам нищим. На что Господь говорит? Нищие всегда будут. И Господь говорит, сие уже приготовляет она мне на успение. То есть Господь уже знает, что будет дальше, и не возбриняет. Не торопите, люди, башки. Да, я отвечу на все вопросы. Господь говорит, что они будут слышать во все времена, до скончания века, поскольку за ее вот этот подвиг. Ну и повелевает привезти жеребенка ученикам своим молодого, и уезжает в Иерусалим. Почему его так много встречают людей? Конечно же, в первую очередь, из-за того, что многие увидели это чудо вживую. Пришли посмотреть на Лазаря, пришли посмотреть на Христа, который воскресил Лазаря. И Господь уже въезжает кротко на Ослике, потому что завоеватели въезжали верхом на коне, а кто приходил с миром, приезжал на Ослике. И в знак радости встречи царя, скажем так, кроткого подлагали, возлагали, если по-русски, под ноги его пальмой ветви, финикой ветви и своей одежды. Но здесь происходит непредсказуемое. Начинают дети, немножко старшего или совсем маленького возраста, прославлять Господа. Слава Вышнему Богу на земле, в чрезвычайном болении, сласа на Вышних. То есть, младенцы, которые, может быть, даже еле-еле только начинали говорить, папа, мама, начали благоразумно прославлять Господа. Тем самым, Господь подчеркивает значимость этого события, что младенцы, в изус младенцев возникает прославление Господа. Ну, естественно, этот праздник, конечно, хоть и радостный, но тем не менее предвозвещает события, которые сейчас мы в течение недели будем вспоминать. Предательство, страдание Христа, распятие Его, и, конечно, если Господь сподобит, светлое воскресенье. Вот такие события у нас и грядут, и сегодня, верное воскресенье, во всех храмах освящали веру прообразно, пальмы ветвями, и каждый в дом свой принес эту вербочку, поставить ее в святой уголочек. Но часто спрашивают, что делать с теми вербами, если они пропали, засохли, еще что-либо. Ну, по-разному. В мусорку, естественно, мы не выкидываем, потому что это освященная, такая святынька. Вот. Ну, можно сжечь и в непопираемое место, где-то на огороде, если это частный дом, прикопать пепел, где животные не гадят. Или же, если это речка, то в речку. Но мы к этому относимся благоговейно. Как к святыне. Если вдруг кто-то почил, конечно, дай Бог здоровья всем вам и вашим сродникам, близким, то эту вербочку можно положить в гробик. Как к святыне вместе с усовшим. Ну, давайте начнем отвечать на ваши вопросы. Еще раз вас приветствую, мои дорогие. Кто только зашел. На всякий случай, если все хорошо слышно, видно, поставьте лайк, потому что тут до вопросов до конца я еще не дошел. Чтобы я увидел. Все вижу, что все нормально слышно. Благодарю. Так, ну, давайте. Здравствуйте, Бабаи. С верным воскресением. Спасибо, Господи. Поздравляю. Вы в монастыре. Нет, я не в монастыре. Я из белого духовенства. Я сейчас дома нахожусь. Веду трансляцию. Это, еще раз напомню, проект Байшка Ла, Байшка Любовь. Мы говорим о любви во Христе, со Христом, между друг другом. Как Господь сказал друг друга, тяготы носите. В том исполнится закон Христов. Здравствуйте, Байшка. Здравствуйте. Я вам писала там и отправила. Прочитайте и напишите мне. Хорошо, посмотрю. Мне часто снится война, и убитые люди, товарищи, что мне делать? Ну, я так предполагаю, Станислав, что вы военнослужащий. Нужно вообще сказать, почему нам снятся усопшие? По какой причине? Часто всего, конечно, как мы понимаем, снятся они как призыв определенный, напоминание о молитвенной помощи, в которой они нуждаются, потому что они себе уже никаким образом помочь не могут, покаяться, попросить какого-то прощения, и нуждаются в нашей молитвенной поддержке, поскольку Господь нам дает эту возможность. Конечно, вам по возможности нужно прийти в храм, там заказать, допустим, сороковустам о покоении, по возможности, панихидочку о ваших сослуживцах, кто крещеный в первую очередь, потому что мы молимся о крещеных. Ну и дома, келейно, может быть, читать молитвы о усопших своих близких и сродниках. В том мы будем о ней заботиться и добродетель о своей душе творить. Я смотрю, вас не учили. Воспитание и воспитанность все пишут, и ответа нет. Учили, только я отвечал, рассказывал о празднике. Так, расскажет, Да, да. Но пойду снова пить, только так сны не снятся. Пить не нужно. Алкоголем, грехом, рану не залечишь. Я вас прекрасно понимаю, что такое потеря близких сослуживцев. Душа успокаивается только в Боге. Я так рада вас видеть. Спаси Господи. Какие сны? Говори, я тебе помогу. Так. Привет, отец, приветствую. Пишите вопросы. Я уже начал отвечать на вопросы. Здравствуйте, верность в неделю. Спасибо, Господи. Здравствуйте, здрасте. Из мастеря нету. По поводу мулички хочу спросить. Спрашивайте. Вы священник или монах? Священник. Батюшка Константин. Я могу вербочку положить на полочку к иконам. Да, я туда сегодня положила в нашем храме на две литургии. Сегодня 300 человек причастило. Слава Богу, я очень рад, что люди не бессмысленно живут. А в Боге с Богом. Спасибо, я тоже рад видеть. Ксения, батюшка, когда святили вербу с человеком, церковь по часовой стрелке обойти нужно или не важно? Церковь по часовой стрелке. Нет, если есть крестный ход, ну, наверное, крестный ход бы не делать. От крестных ходов, ну, когда бывает, может, какая-то частная церодиция в каком-то храме, ну, это не столь необходимо. Верба для нас это такая святыня, напоминание о любви Божьей, которая приходит не как завоеватель, а как агнец на заклание за наши грехи. Так, чем отличается священник от монаха? Священник, есть священник и монашествующий, ира-монарх он называется. Ну, а если мы говорим о белом и черном духовенстве, белые – это женатые, которые живут в миру, семья, у которых есть детки. А монашествующие, они отрекаются полностью от мирской жизни, посвящают ее Богу, живут в монастыре, служат в монастыре. Ну, и все, что связано с монастырем, трудом, подвигом, послушанием – все это проходит там. Чтобы уйти в монастырь, должны, конечно, выйти веские причины и никаких хвостов. Потому что часто думают, что вот я уйду в монастырь, и все мои проблемы решатся в одну секунду. Нет, монастырь – это место, где ты также будешь трудиться, молиться, может быть, уже в общежительном таком моменте. Но, тем не менее, ты не от проблемы убегаешь. Да, ты больше уделишь внимание своей душе, молитве. Но никто тебя от сегодня оградит, и ты один сам по себе не будешь жить, и кушать тебе не будешь приносить. Это уже определенное отшельничество, сугубый подвиг. А так ты живешь ради братья, братья ради тебя, а все вы ради спасения души в Боге. Так, вы можете благословлять, если, да, благословите нас на сон грядущий. Но если вы уже спать, идете, ангелы-хранители вам. Отец Максим Константин. Поздравляю вас с великим праздником. Пожалуйста, благословите меня на сдачу экзамен по вождению в область своими отца и сына и стагодуха. Божьей помощи вам. Как мне заставлять, чтобы, если что, легла в больницу? Ну, если вам болится, надо ложиться, то не надо заставлять, нужно проявить благоразумие. Завтра теперь, что ж, кушать до Пасхи. Все постное, на постном масле. Да, столько еды, столько, что, мне кажется, я даже в этот пост чуть-чуть поправился. Без мяса очень легко переживать. В принципе, все замечательно можно принести. Масса есть рецептов. Можно в интернете погуглить. На следующей неделе, в будень, день, можно пойти в воды священно взять или чистого четверга. Давайте мы немножко обозначимся. Чистый четверг – это не за то, что там воду осветят или не светят, купаться надо или не купаться. Купаться надо каждый день, а не только раз в году на чистый четверг. Чистый четверг в том, что мы все исповедуемся и причащаемся в этот день. Сугубо готовимся, вычитываем последовательные причастия, другие каноны. Потому что в четверг, как мы вспоминаем, Господь установил тайну вечерей. То есть тогда первое, когда совершалась такая евхаристия. Господь, взяв в руку хлеб, говорит, «Се тело мое за вас ломимое, то есть пострадавшись на чашу свином, сей кровь моя за вас и за многие изливаемые. Творите сие воспоминания мое». То есть мы в этот день причащаемся. И чистота душевная в первую очередь. Сейчас, прошу прощения, у меня монитор потух. Вот в чем чистота. Окупаться надо каждый день. Добрый вечер, добрый вечер, батюшка. А не следующей недели. Каждый день службы. Ну, в принципе, да, каждый день службы. Практически во всех храмах, каждодневно. Ну, надо, конечно, уточниться. Может, где одноштатный, где один священник служит, конечно, ему тяжеловато будет. Может быть, он там не с начала недели начнет служить. С праздником. Юля и вас тоже. Так, вот я начала на плейлиж слушать Акафисты. Могу ли я в дороге и дома слушать? Или же читать лучше? Можно и слушать, но читать это больше подвиг. Поэтому смотрите по своим силам, возможностям. Так, мамочку больницу. Все, я понял. Ну, мамочку надо призывать обязательно. Если есть необходимость, нужно ее упрашивать, чтобы она легла и пролечилась. Валя. С праздником вас спаси все госи. Барюшка, что можно читать на пасхальной неделе, псалтырь Евангелия, Акафис? Вы можете организовать молитву по соглашению. Ну, у нас как бы нет, как такого, по крайней мере, в данный момент необходимости по соглашению. Я думаю, что было бы неплохо читать, конечно же, Евангелие, особенно Страстные Евангелия мы будем читать в течение недели. Ну, я думаю, если вы будете посещать почти ежедневно храм в течение Страстной Седмицы, то вы достаточно и услышите, и, дай Бог, примете в свое сердце. Ну, а дома, как обычно, утро-вечернее правило. И по... что вам, как минимум, благословит духовник для вашей душевной пользы. Так, не смогла поготовиться к причастию. Готовьтесь. Значит, четверг я должна спокойно читать все перед причастием. Я хочу на Пасху причаститься. Ну, можно на Пасху причаститься. С праздником, с праздником. Спасибо. Обязательно крестный учить наизусть веру, или можно с книжкой прочитать в церкви. Понимаете, мои родные, что такое символ веры? Это основание нашей веры, вера исповедная. В кого мы веруем, почему веруем. Если мы не знаем своей веры, можем ли мы назвать себя православным христианином? Крещеным? Может быть, номинально, да. Но если мы не знаем своей веры, чему мы можем научить своих крестников? Зачем мы тогда дерзаем брать на себя такую огромнейшую ответственность, неосмысленно, недопонимая значимости и важности этого? Ведь только духовным воспитанием наших восприимников мы можем оправдаться как крестные. Поэтому мы должны не только знать наизусть, но и понимать, и объяснить, как ребенку в свое время, так и любому человеку. Прочитать можно, но это уже маленький плюсик. Но, а не твердая пятерка. Так. Отказывается от больницы. Ну, захотите, муж, я пообщаюсь с ней. Здрасте. Здрасте, Максим. Хочу набить облик Иисуса Христа. Это влечет за собой на уроки, на уровне церкви. Набить. Наверное, о наколке речь идет. К наколкам церковь очень крайне негативно относится. В Ветхом Завете, если я не ошибаюсь, в книге Левит, мы читаем такие слова. «Я Бог твой, не повреди тело своего, никаким изображением на нем, никаким повреждением». То есть, ни татуировки, ни шрамирования. Почему? Потому что я Бог твой. То есть, Господь в Ветхом Завете запрещает нам это. Я, конечно, сталкивался... Давайте, да, отвечу, почему запрещает. Потому что Он дам нам тело чистое, в младенчестве, таким же чистым. Оно должно и отдаться, скажем, Господу, скажем, в жизнь вечную. Вот. Единственное, я как-то слышал, ну, в принципе, и в интернете гуглил, видел. В Сирийковской церкви, когда кресты срывают с православных христиан, они как особо такое, чтобы уже никто из них не сорвал, они делают крест, распятие или лик Христа в Терновом Венце, как-то и татуировку, чтобы уже никто не сорвал с них. Вот такое, как бы, исповеданное. Но там есть гонение определенное. Здесь есть понимание, зачем люди это делают. Ну, а нам мудровать не нужно. Если мы можем одеть крест, там, кулончик своего святого покровителя небесного, то лучше делать так. А то у меня, как знакомый, говорит, вот такой в возрасте уже знакомый, говорит, подходит ко мне внучек, а у меня, говорит, татуировка Сталина, говорит, дедушка, а чего у тебя дедушка такой расстроенный? Потому что старость. Батюшка, уточните в четверг, причастие без исповеди? Нет, не без исповеди, а чаще всего бывает общая исповедь. Ну, и, скорее всего, конечно же, и частная. Когда один на один подходим, каемся Господу. Миллионы раз говорю, мы не каемся священнику. Мы не священнику рассказываем свою биографию, она ему не нужна. Мы каемся Господу. Господи, прими мое покаяние в тех-то, в тех-то грехах. А вы, Батюшка, как свидетель, простите и разрешите. Так, я бы же чуть-чуть траванулась. Батюшка, так, следующая неделя страстная. Можно в церковь пойти, нужно пойти. Это сугубая неделя, когда мы слышим, как Господь страдает за нас и любит нас. Добрый вечер всем с праздника. Спасибо, Господи, Ольга, с праздником. Сверо очень трудно учить. А никто не говорил, что в рай можно с легкостью войти. Все Божие снизится испытаниями. Это в ад мы можем, с песнями, плясками. А к Богу нужно потрудиться. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Для меня это очень важно. Сейчас. Кто-то что... Максим, за ту татуировку я ответил. Я не... Тут ноги внизу еще вопросов. Я, надеюсь, дойду до всех. Добрый вечер, добрый. Молитесь за меня, что пришла в себя, что пошла и не было Валентина. Подкрепь Его. Сколько бесед должно быть перед крещением? Ну, обычно две. Такие тщательные проводятся. Батюшка, я спрашивала, что читать на пасхальной неделе. На пасхальный канон пасхальный мы читаем. Ну, можно, в принципе, уже практически все читать. Акафисты. Читать, слава Богу, за все. Я очень люблю Акафисты. Можно ли животных давать крашеные яйца и куличи? Если они не освящены, ну, давайте. А если освящены, это уже неблаговейное отношение к святыне. Если, допустим, ну, как вариант, конечно, не дай Боже, освященные, допустим, яички пропали, то можно тем же самым курочкам дать, чтобы они все склевали. Но лучше не допускать этого. Так, ага, и деньги не забудьте принести этим. Клоном, наверное, ты хотел сказать, Евгений. Ну, ничего. В следующий раз получится. Матюшка Константин, я каюсь тоже. Вот в храме подпеваюсь им во веру. Ну, ладно. А наизусть совсем не могу понять. Уже давно другие молитвы могу хоть плачь. Есть же русский перевод. Параллельный перевод на русском языке с им во веры. Ну, почему очень важно знать на церковно-славянском языке? Церковно-славянский язык единственный язык, которым нет матерных слов. А то, что мы можем найти, это извращенное уже понятие. Вот, ну, как пример, да? Мы слышим такое выражение, и вкладывающие во влагалище свои, да? В Священном Писании читаем. Это сумки. А сегодня это уже, к сожалению, иное. То есть церковно-славянские слова некоторые были извращены. Поэтому мы сохраняем церковно-славянский язык как единственный язык общения с Богом. Чистый и красивый. Вот, давайте, хотя бы как пример, да? Я его... Он меня ударил по морде. Грубо и некрасиво. Он ударил меня по ланитам. Ланиты, щеки. Гораздо красивее звучит. Ну, бить лучше никому не надо. Ксюша, я тоже думаю, ну, интересно, что Батюшка скажет. Я сейчас дойду до всех до конца. Вопрос, конечно же, животных, котик, собаки. Так, не нужно. Бога нету. А я говорю, что Бог есть. И вразуми вас, Господи. Батюшка, здравствуй. Я заметил, что когда пообщаюсь с вами, то на душе сразу легче становится. Я очень рад. Спасибо, Господи. Так, Ирочка. Не все молитвы даются просто. Даже короткие молитвы бывает трудно запоминать. Это как Господу угодно. Не только Господу угодно. Есть тут определенный труд. Молитва – это труд. Это общение с Богом. Ведь младенец не сразу начинает разговаривать. Ему тоже нужно прилагать труды, внимательно слушать. Так, это нам нужно, внимательно слушать, чтобы Господь слушал нас. Так, Отец Константин, про отравление небольшое прочитали. Про отравление небольшое. Ну, если вы приболели, подкрепи вас, Господи. Всех с праздник. С праздником Ксюша. Вот нельзя, жаль. Я не понимаю, почему они живые. Это не преступление, а наоборот. Так, давайте немножко. Так, дальше. Болящие люди, к сожалению, сугубо появляются. Батюшки, разве не кормят там собачки или кормят? Нет, подождите. При храмах бывают животные. Я же служу около кладбища и постоянно привозят на кладбище собак, кошек, выкидывают, котят подбрасывают. Мы их кормим. По силам возможностей. Иногда корм для животных жертвуют. По силам возможностей мы кормим. Но освященные куличи и яички – это уже святотатство. Это уже неблаговейные отношения. Этим никто не кормит. Батюшка, после вечерних молитв можно пить воду. Батюшка, вы как духовный психолог. Ну, духовный, не духовный. Я, как бы, ну, немножко, если позволите, похвалюсь. У меня одно из образований – социальный педагог-психолог. Что мне позволяет более свободно, для чего я его получил, это одно из образований, чтобы я мог более свободно приходить, допустим, в детский революционный центр, детский дом, там, агро-колледж, технический колледж, педагогический колледж, чтобы можно какую-то лекцию прочитать. Вот. Так. Ну, значит, я, лендяйка, буду стараться. Ирочка, я вас верю, у вас все получится. Так, молитесь, пожалуйста, чтобы отравление прошло. Батюшка, скажите, пожалуйста, «Как кратко помолиться, оздравить своих знакомых дома?» Например, «Я познакомилась в интернете с человеком». Ну, так же, как мы молимся, и во время утреннего правил там о здравии мы молимся, о духовнике, о родителях. И там мы вставляем имена, о ком бы хотели помолиться. Это есть и келейно. Есть и в храме, можно записочку о здравии подать. Благодарственные молебни, вместе с батюшкой помолиться, что Господь вас вел путям и ведом и неведом. Вот люди у нас подкидывают зверенышей на животных. «А вы кормите, это ведь грех кидать животных. Лучше пусть кидают нам, чем их топят в речке». Батюшка, как вы думаете, почему умер столько несправедливости? Скажите, пожалуйста, я одну из любимых своих притч расскажу. Вообще очень люблю притчи. И расскажу вам притчу о парикмахере и верующем. Наверняка вы многие ее знаете, слышали, кто не знает. А вот это будет ответ для Вячеслава. Один человек верующий пришел в парикмахерскую и сел. Вокруг него начинает ходить парикмахер, стричь его. И потом все-таки не выдерживает и говорит, я не верую в Бога. Тот удивился и говорит, почему же? Что такое? Говорит, посмотрите, вокруг всякая злоба, больные дети, войны. Если был бы Бог, не было бы войны и тому подобное. Он удивился. Парикмахер закончил свое дело профессионально. Верующий подошел к окну витрины и говорит, вы знаете, смотрит на улицу и говорит, вы знаете, я думаю, парикмахеров нет. Говорит, как же нет? Я ведь перед вами стою, я живой пример вам этого. Ну посмотрите на улицу. Там не бритые, не стриженные. Если бы были парикмахеры, были бы люди такие? Он удивился, говорит, я есть. Только они ко мне не приходят. Говорит, так и Бог есть. Только не все к нему идут. А если бы мы все шли, то тогда бы не было ни злобы, ни приязни, ни войны. Многие вы знаете, слава Богу, эту притчу я как вижу, так кратенько вы пишете. Но это одна из моих любимых притч. Надеюсь, Вячеслав, я ответил. На пасхальной неделе можно упоминать усопших. Нет, мы с Пасхи до Радоницы, на 9-й день, который происходит, мы служим. Это день усопших наших сродников. На 9-й день, вторник, мы начинаем вспоминать усопших наших сродников, молиться, служить панихидой. Вот, как сугубо опоминовение. Так, ко мне на страничку посмотрю ролик, очень хороший. Ольга пишет. Надеюсь. Вам там пишу и спать. Завтра зайду, прочитаю, сильно устала. Ангела ко сну. Так, парикмахер. Я знаю про парикмахера, хорошо. А вот, когда на службе в храме стою, слушаю, понимая службу, и иногда начинаю про себя молиться за всех дорогих мне людей. Как можно? Так можно? Конечно, мы в храме для того и молимся о своей душе, о близких наших. Юрий, нет, и на кладбище после Пасхи, через неделю, да-да-да. Да, на 9-й день, на Радоницу. Так, Константин, очень хороший батюшка, мы это знаем. Это кто? Мариша. Ну, теперь я тоже знаю, что батюшка Константин хороший. Да, конечно, иногда нет возможности записку подать про себя, молитесь. Молитесь. Так, хорошая притча, да-да-да, в разумею, да-да-да-да. А ум тоже есть, но мы же его не видим. Вообще, знаете, вот в последнее время я что-то такой, начало терминологией пользоваться, особенно с молодежью, говорить, ну, покажите, покажите Бога, покажите мне радиацию, покажите мне сотую связь, радиосвязь, без мобильного телефона и радиоприемника, покажите мне. Не можете показать, но вы знаете, что он есть. Так и я знаю, что Бог есть. Это как пример вам определенный. Так, поет с КПЛО. Да, она на эти притчи тоже использует. Батюшка, а как вы относитесь к тому мнению, что на Пасху усопшие идут домой? Ну, у нас нет такого подтвердения. Святые Отцы, как бы никто не пишет об этом. Я максимум, что могу так вот допустить, что в день Пасхи, когда все молятся, Церковь Небесная и Земная, Господь сугубо срадуется. Может, в какой-то мере хочется на это надеяться, облегчается страдание тех, кто находится в аду. Вот, но твердого основания в этом нет. Вербу неосвященную можно положить, наверное, домой принести. Но неосвященную можно, просто смысл от нее какой. Были у вас в храме. Я рад. Скажите, значит, не надо идти на Пасху, на кладбище. Ну, никто не ходит на Пасху. На Пасху мы идем в храм, а не на кладбище. У нас всегда все идут на кладбище, значит, это неправильно. Есть какие-то сугубые географические традиции. Где я служу, вроде бы на Радонице это вторник, а многие идут в понедельник. Но зачем идут? Давайте кричичным скажем. Выпить, закусить, ну, никак, недалеко не помолиться. А вот во вторник уже в большей степени я иногда хожу по могилочкам, молюсь с верующими людьми, а не с тем, которые пришли выпить. Вот. Поэтому надо смотреть. Есть определенные такие традиции, какие-то традиции. Ну, правильно на Радонице ходить. Да, мы вас любим, батюшка, тут все батюшки очень хорошие. Да, согласен с вами, все батюшки в нашем проекте замечательные. Я сам у них учусь. Я не придерживалась поста, но последнюю неделю можно придержаться овощами, фруктами, чтобы причаститься. Можно и нужно. Я думаю, понимаете, это первое время, первую недельку где-то там трудно, когда организм адаптируется под постный видок. А потом это очень легко, организму очень легко, он очищается от всяких этих продуктов, которые очень тяжело для нашего организма. Я, знаете, есть такая шоколад с салют злодоклавой. Вот. Он постный. И как-то пост иногда себе позволял это вкушать понемногу. Но недавно увидел, как Россия, по-моему, смешно, шоколадку 70% зажгли. И она горит, не тухнет. Я, честно говоря, был в шоке. Лучше, наверное, и от такого шоколада воздержаться. Так. Так, на Пасху целую неделю. Ну, понимаете, дело, ну, нельзя, нельзя ходить. На хладбище можно ходить. Вы, как минимум, там, перед Радоницей, за могилками поухаживаемый. Зачем идти, самое главное? Пасха – это праздник, это радость. Поэтому мы сейчас ухаживаем за могилочками, готовим к этому. И уже на Радоницу идем на кладбище помолиться. Всему свое время. Время радости, время поминания усопших. Так, я была здесь первый раз, здесь был другой батюшка. Наверное, отец Сергий, хороший батюшка. Для поминаний есть специальные дни. В субботу, каждый субботой день поминаний всех усопших, всех святых, всех отцов века усопших православных христиан. Ну, это, скажем так, любая суббота. Ну, в эту субботу у нас большой праздник, мои дорогие. Я вас поздравляю с приближающимися, в том числе в эту субботу это у нас будет Благовещение. Ну, а усопших, конечно, наверное, эта неделя, наверное, для всех была очень близкой, трагичной. События в Кемерове коснули всех. Никто не остался равнодушным. Кто, как мог, проявил свое небезразличие. Кто в отпускании шариков в небо, кто в принесении цветов и игрушек, кто в молитве. Очень многие остались неравнодушны. Это очень важно. Это большая трагедия. Почему она произошла? Можно много рассуждать. То ли это халатность, то ли это теракт, то ли еще что-то. Все, что угодно можно. Это уже прерогатива органов. Разобраться, что на самом деле произошло. Наша с вами задача пометовать о том, что люди погибли. О них нужно молиться. Молимся в храмах о них. И пометовать, что все-таки в пост. В пост нужно идти в храм, а не в развлекательные, увеселительные заведения. Всему свое время. О грех ли, если муж обижает беременную жену? Конечно, грех. Я бы ему по шее еще дал бы. Так. Жену надо беречь. Это главное сокровище твоей помощницы. Так, 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 так. Да, да, да. Да, совершенно согласен. Беременную, не беременную. Нельзя обижать. Ну и нельзя провоцировать. А то бывают разные случаи. Довела, а потом говорит, я не виновата. Он сам пришел. Так. Там, так раньше нас от Бога так и отлучали. Мы много чего не знали. Даже стыдно теперь говорить об этом. Ведь пеленок таскали на Пасху, на кладбище. Так. Здравствуйте, я здесь Константин. Я в данный момент обучаюсь новой профессии по ускоренному курсу. Благословите, пожалуйста, чтобы учеба кончилась с трудоустройством. Подкрепи вас, Господи. Ой, не туда нажал. Так. Веру можно дома осветить святой. Ну, подождите. Покрапить вы вербочку можете, святая водичка, если у вас есть. Но именно освящает священник. Он читает молитву, которую у него в служебнике. В том и смысл того, что вы соприкасаетесь с богослужением. Освященник трудится, в том числе и для вас. Какие молитвы нужно читать на радость возле могилы? Можно поискать в интернете панихида для мирян. Или литья, для панихида, по-моему, для мирян. Вот это вполне уместно бы почитать. Молитва о усопших своих сводниках. Ну, и всех православных христианах. Важна ли молитва дома за усопших и за живых, или молитва сильнее будет только в храме? Дома вы несете личный подвиг. А в храме мы несем совместный подвиг. Как Господь сказал, где двое или трое во имя Мое, там я посреди них. Поэтому это немножко разные вещи. Относительно силы молитвы. Допустим, вы святой человек, в отличие от меня. Конечно, ваши молитвы более богоугодны, быстрее Господь принимает, и по вашим молитвам многим дарует. В храме сам Господь восседает на престоле. Ближе к нему уже ничего не может быть. Так, батюшка, будьте любезны. Скажите, если я хочу причаститься в воскресенье, могу ли я начать вычитывать последнее крестное причастие с понедельника? Вы за три дня можете готовиться, вычитывать канон ангелов, хранителю, Божьей Матери. И в субботу, в воскресенье вы хотите, да? Да, в воскресенье. А в субботу вычитать последнее крестное причастие. То есть за несколько дней начать готовиться. Так, дальше. Я спокойно без мяса, колбасы. Вам сколько лет? Мне 34 стукнуло. Буквально недавно. Да, ну, может, недельку назад. А как вы пришли к Богу? Только Бог с большой буквы, если мы о Боге троице говорим, а не о башках каких-то языческих. Пришел к Богу я добрым примером. Свою папу, у меня папа священник. Служит в городе Беслане, где тарак с деточками в школе был. Видел я многие чудеса, видел алмазы среди священников. Ну и понял, что по-другому я жить не хочу. Ну, если в двух словах буквально. Почему? Да, да, детки ужасные. Так, дай Бог тебе всего. Спасибо, Господь, Александр. Здравствуйте, с праздником вас. С праздником можно про Лазарь вопрос задавайте. Секунду, у меня потух монитор. Я смотрел видео, кошмар, конечно. Да, согласен. Скажите, пожалуйста, как осветить вербу? Пойдите в храм, попросите батюшку, он почитает молитву и покрапит вербочку. Все. Как можно спасти от порчи, мне кажется, священники, что мы не поможем? А вы не думайте. По вере вашей дастся вам. Ну, я грубо, наверное, конечно сказал, не думайте. Я бы, наверное, подкорректирую сам себя. Не проявляйте маловерие. Вот так будет правильно сказать Александр. Господь дал апостолам. От апостола мы уже берем свое, скажем так, начало духовное. Власть вязать и решить. Поэтому уже Господь будет судить, поможет священник или не поможет. По вашей вере Господь даст. Батюшка, помолись, пожалуйста, за младенца Алексея. Он болеет под крепью, Господи, младенчиком. У врачей. Батюшка, как там с недели пойти в сороковоз? Здравия моё могу идти? Приходите, да, в храм и заказывайте сороковоз. На освященную вербу нельзя думать делом. Ну, вы дописываете. Я не вот концовку, я не понимаю, что вы пытаетесь спросить. Нужно пойти в храм и осветить. Всё. Сколько у вас стоит крещение? В церкви нет такого понятия «стоит». Есть пожертвования. Если у вас нету возможности пожертвовать, скажите, пожалуйста, священнице, священнику. Он всё сделает или она во славу Божию вам помогут. Если у вас есть возможность, то это индивидуально в каждом храме. В городе это порой где-то больше пожертвований, в сельских храмах меньше. Всё индивидуально. Мне 33. Спасибо, Господи. И возраст Христа ещё раз, Ольга, вам ещё два раза по 33. Вот тогда и подведём итоги. Так, одноклассники меня, друзья. Хорошо. Добавляйтесь. Я практически все добавляю, друзья. Почему крещение за деньги? Потому что церковь платит налоги, платит коммунальные налоги, налоги имущественные, подоходные налоги. То есть церковь содержит... Допустим, у меня есть семья, её нужно кормить, её нужно одевать, у меня дети. Есть какие-то необходимые вещи. Вы в аптеку уже приходите и говорите, я больной, мне нужны лекарства. Вам же бесплатно их не дают, если государство не проплатило за вас. Поэтому, ну, с к сожалению, время такая... Сегодня десятины в церкви нету, поэтому есть определённое какое-то пожертвование. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте. Я есть ответы на ваш вопрос. Так, говорят, что в эту среду можно прийти в храм на исповедь. В эту среду Иуда предал Христа. Ну, каждый день будет связан, конечно, и с предательством Христа, и с его молитвой, и с установлением Тайной Вечери Господа. Я вот не завязал нормальные волосы, теперь мучаюсь. Так, каждый день будет связан с Господом, будут считаться страстные Евангелия. Бог простит все наши грехи. Ну, если будем каяться, то простить только Бог с большой буквы. Вы монах? Нет. Мне 27, я очень рад, Руслан. Ещё вам четыре раза по 27. Одноклассники меня хорошо, Руслан. Ну, и радуйся. Скажите, мы хотели бы повенчаться. Когда это таинство сделать лучше? Венчаются вне поста. За месяц, желательно, вы приходите в храм, пишете прошение, венчаете, заполняете анкетки, беседу с батюшкой проходите. И батюшка уже вместе с вами примерно подбирает время, когда вас будет венчать. В идеале, конечно, раньше венчались в понедельник. Это день памяти небесных сил бесплотных. Можно в воскресенье. Мы не венчаем вторник и четверг, потому что они переходят на постный день. В субботу не венчают. В воскресенье, понедельник, наверное, самые лучшие дни. Я так понимаю, Лазарь был не воскрешён, а был как бы оживлён. Если он четыре дня был мёртвый, уже разлагался, как оживлён. В воскрешён. В воскресенье что значит? Когда душа возвращается в тело и предстаёт пред Богом. Так. Первенец из мертвых – это Христос и воскрес. Он первый и уже в новом преображённом теле. Таким телом сейчас ни у кого нет, наверное, только... Христос – Бог и человек. В нём сочеталось две природы. Поэтому святые отцы говорят, что Господь вочеловечился, чтобы человек обожился. То есть приблизился к Богу. Лазаря он воскресил. Почему? Одна из причин. И когда Господь ходил в Иерусалим, все хотели увидеть и Лазаря, и Господа, в первую очередь которого воскресил. А Господь уже шёл, скажем так, на вольные страдания. Сергия Антителевизионщиков. Ну, может быть. Я тоже постараюсь телевизор не смотреть. Там мало чего радостного, больше расстройства относительно политики и тому подобное. Я стараюсь меньше телевизор смотреть. Так. Алексей. Крещение бесплатно – это пожертвование. Я же говорю, если нет возможности, вы можете подойти к любому священнику. Я думаю, если вы как малоимущий человек, не можете пожертвовать, то вам пойдут навстречу и покрестят безвозмездно. А вот когда вы говорите, у меня не денег, но есть на застолье, на выпивку, вот это уже лукавство. Тогда уже будьте добры, помогите своим милостыню и храму. В первую очередь в себе в этом. Пошел. Милости угодно Богу, которая угодна для души. Нужна для души. Так. Куда нужно девать вербу с прошлого года? Ну, я уже отвечал. Если совсем там испортилось, можно жечь и пепел в не по первом месте или в речку. Так. А мне 54. 15, Ирина вам. Кто пишет за деньги, конечно, надо давать деньги. Люди и батюшки ведь за эти деньги помогают и бездомным, и животным кормят. Да. Вот детский дом, часто мы организуем мероприятия для детского дома, революционного центра. Да в каждый храм какую-то социальную деятельность ведет к помощи людям. Я не понял, расскажите про чудеса, которые вы видели. Я услышал, что в церкви иконы натирают парафином. Не знаю, честно говоря, никогда. Вот верьте, нет, никогда не видел, чтобы парафином натирали. Спиртом вытирают, одеколоном вытирают, чтобы, скажем так, и чистенько было, и всякое... Все, что возможно такое нечистивое, убить. Вот, относительно чудес, ну вот, где я служил перед тем храмом, которым сейчас я несу свое послушание, там есть икона, которая больше 10 лет, железная икона, мироточит. Вообще-то такое чудо, когда мироточит деревянная икона, это как-то более понятно. Дерево, оно какое-то и смолу может выделять, а здесь железная икона, она мироточит и порой благоухает. Вот вам как одно из чудес. И, поверьте, вот я свидетель, что никто туда ничего не добавляет, и никому это и не нужно. Помолитесь, подкреплю, Господи. Еще бы знал, как ваше имя, чтобы помолиться за вас. Так, у нашего батюшки Александра пять деток, он еще помогает всем. У вас есть дети? Есть дети. Одна приемная по духу и двое кровных. Батюшка, писать Бог с маленькой буквы это грех. Ну, смотрите, конечно, это определенное наше неблаговение к Богу, потому что мы говорим о Боге в Троице Отца и Сына Истагодуха. Вот, а когда мы пишем там Нептун, Меркурий, Ярила, вот тогда к ним можно применять Бог с маленькой буквы. Потому что это не истинный Бог, а как языческое обозначение. Ты матушка, да больше батюшка. Хотя у меня был случай такой в жизни. Когда я пришел в детский дом, и там маленькие деточки совсем были, брат с сестричкой. И вот сестричка садится на коленочки и говорит, мама, как у тебя дела? Мне говорит. Я говорю, да я, наверное, все-таки больше папа. Смотри, у меня борода, усы. Мне говорит, ты мама, ты ласковый и добрый, как мама. Ну, детям не хватает, конечно, родительской заботы, материнской любви. Вот, поэтому, может быть, порой и матушка для кого-то. Добрый вечер. Если развелись бывшим мужем, развенчать моя нужно обязательно. Меня, меня обязательно. Сейчас нет такого понятия развенчания. Сегодня есть такое понятие «брак, утрачивший каноническую силу». Если вы захотите вступать во второй венчанный брак, то тогда уже нужно писать правящему архиерею письмо с просьбой о писании причин, почему вы развелись, на благословимый второй венчанный брак. Вот тогда это уже актуально. А церковного развода или развенчания такого понятия нет. Дай Бог, оно навсегда. Но я венчание всегда сравниваю с ребеночком. Как мы его воспитаем, достойным человеком или негодяем, зависит от нас. Господь благословляет, а мы уже разрушаем или созидаем. Так, развенчание нужно обязательно, ну я ответил, обязательно поститься. Ну, необходимо, скажем так. Но пост – это не диета, это не только невкушение чего-либо. Пост – это, в первую очередь, не кушать людей, а проявлять больше терпения и смирения и творить добродетели. Вот что такое пост, в первую очередь. Так, это такое же воскресение у Лазаря, как и будет у всех людей во втором пришествии. Ну, возможно. Возможно, почему? Потому что во втором пришествии тоже, как Господь говорит, все встанут из гробек своих. Кто сотворил благая, то есть, добрая, воскрешение живота, то есть, жизни. По-церковнославянски, жизнь – это живот, воскресение живота. Кто сотворил злая, воскрешение суда, то есть, будет еще суд. Так, дальше. Нет, Господь восстановил его всецело, скажем так. Хотя, я, честно говоря, не могу сто процентов ответить. То ли он новое ему тело дал, его же. Так, еще вопрос. Памятник куста навлевают в какое время? Мне наш батюшка сказал, что после года осенью – это еще куда? Крест, день, крест. Давайте так. Насколько я понял, вы хотите установить памятник к своему сроднику. И вы спросили у священника, когда вам ставить этот памятник. Если это крест, то можете когда угодно. Если вы хотите памятник поставить, на котором только будет изображен небольшой крест, лучше его вообще не ставить. Самый идеальный памятник – это в виде креста и с надписью, без фотографий своих сродников на кресте. Почему? Потому что в первую очередь мы приходим на могилу, помолиться о сроднике. Крест, который указывает как вверх, куда мы все стремимся, так и вниз, где находится тело. То есть два таких указателя, скажем так. Поэтому, если это памятник в виде креста, то когда угодно. Если это в виде какой-то плиты, ну, я не хочу, не хотел бы никакой плиты. Поэтому лучше пусть деревянный крест, пусть он максимум сколько сможет простоит. Но это крест. Это символ спасения каждого человека. Так, давайте уже мы практически целый час общаемся. Я сейчас немножко ускорюсь, поотвечая на вопрос, и будем закругляться. Так, размечание в исключительном случае, если муж, например, изменил и жене, или жена блудила. Много разных бывают случаев. Там, если он, допустим, алкоголик или наркоман, и не хочет лечиться, или сокрыл какое-то постоянное рукоприкладство, или же сокрыл болезнь какую-то. То есть разные причины могут быть для неразвенчания. А по какой причине может потерять брак аноническую силу. Как быть, если отец ненавидит своего родного ребенка? Молиться о его в разумилении, иконе Божьей Матери, в мельчении злосердец, иконе Божьей Матери, в прибавлении ума. Так, венчание, оно пока смерть не разлучит. Совершенно верно. Так, вот Бог подарил мне жену вторую. Вот, чтобы с ней отвенчаться, нужно с первой. Вот, священнику приходите в храм любой и объясняйте ситуацию, пишите письмо на имя правящей архиереи, и Господь, я думаю, вернее, архиерею благословить именем Божьем. Так, дальше, 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 дальше. Роман. Все вижу, подкрепи вас, Господа, Роман. Так, просил он помолиться. Как правильно про икону, жили, так, прикольно про икону, а как она называется, спасителя икона, спасителя, там, не обрус, а просто икона спасителя Христа. Кто как, ну, в мире своем, пока в оцерковленности понимает. Так, добрый вечер, подскажите, сколько стоит осветить жилище? Сколько пожертвований может в разных храмах быть, по-разному, и в зависимости вашей возможности. Можете, значит, пожертвовать, а нет, значит, потрудимся во славу Божию. Так, второй раз, вообще, сразу за освящение скажу, в идеале освящать, приглашать байшку раз в году. Пошло за год, все что угодно у нас в семье, да и сами переругаемся, и уже нужно, скажем так, осветить. Раз в году в идеале освящать. Так, а второй раз с другой женщиной захотят ли венчать? Максимум дозволяется венчать до трех раз, это предел. Это такое сугубое проявление такой любви церкви, скажем так, чтобы в грехе не жили. Здравствуйте, Батюшка, и снова я вас вижу. Я очень рад, Александр. Так, зоны на уши. Господи, возьми вас, Господи, Максим, чтобы вы нашли свет Христов. Так, а кто вправе решать, можно или нельзя? Если относительно венчания, как бы, есть священное началье, которое уже рассматривает это письмо и благословляет. Господь сам сказал, кому разрешите на земле, будет разрешено на небеси. Кому запретите, не разрешите, тому и не будет разрешено на небесах. Это он сказал апостолам, и уже от апостола, епископа, епископа, священники, которые перед вами сейчас ведет трансляцию «Недостойный Рей Константин». Так, зачем ты здесь и должен быть в церкви? Я был в церкви, теперь жду вас. Я нисколько не сомневаюсь, Батюшка, в вашей силе и добротею. Вот я только сомневаюсь, к сожалению, в доброте Максима, к сожалению. Так, ложась спать. Так, тебе стыдно? Им и не стыдно, не обращайте внимания. Батюшка, я, пользоваться, ок, лайф, это грех? Смотря для чего. Если как развлечение, может быть, в какой-то мере грех. А если как просветитель, как образовательный момент, в принципе, не грех. Спокойной ночи, спокойной ночи. Я была два раза замужем у мужа, я вторая жена, браки были не венчаны. Можно ли их считать браками, если мы обвенчались? Ну, церковь уважает законный брак, который в ЗАГСе узаканивает. Но, в первую очередь, венчание, потому что это благословение Божие. Как вы? Так, батюшка, так, на следующей неделе можно пойти, оздравиваясь в своем молитве. Смотреть, можно помолиться за ответы. Так, добрый вечер, добрый вечер. Паническая атака. Паническая атака – это определенное проявление, в том числе и происков лукавых. Поэтому, считайте, хорошо было бы помолиться Киприану и мученицу Иустини, о всяких происков лукавых. Я боюсь умереть. Смерть не страшна. Боится душа, чем с пустотой предстать перед Богом. Поэтому, молитесь, и Господь помилует. Посмотрите, рекомендую. Серафима Вырискова, от меня это было. Замечательнейший. Может, даже сейчас скину в нашу группу. Вы посмотрите, мне очень нравится. И, окай, слава Богу, за все. Я очень люблю этот акафист. Ну, давайте я отвечаю. Уже так, добрый. Ну, тогда, да. Я пролистаю некоторые, которые глупые совсем. Вопрос у нас на двери, кто висит? Кирилл. Нет, это патриарх почивший Алексей II. Да, все правильно. Он живой, что ли? Нет, почил. Так, так, так. У нас вас не видел. Спасибо, Господи. Черная магия. Грех, конечно, грех. Грех – это то, что нас отдаляет от Бога. То, что убивает нашу душу. Ну, а магия – это, в первую очередь, служение лукавым. Так, у батюшки несколько образований. Да, у меня пять образований. Сколько через спиритизм, все это грех, так, это мужа, это страх пьяного мужа, это тоже от лукавого. Не совсем понял вопрос, Екатерина. То ли вы его боитесь, то ли он боится. Тут надо уточниться. Спасибо, батюшка, большое за добрые беседы, терпение. Подостал я уже чуть-чуть. Спасибо, Господи, за положение. Вы к нам в эфиры выходите. Другие батюшки тоже выходят. Они тоже молодцы. Просто сейчас вы должны понять, что сугубо недели идут по Великого Поста, особенно последний. Поэтому некоторые батюшки в эфир не выходят. Но я думаю, после Пасхи все опять активизируются. А еще некоторые к нам добавятся. К какому храме вы служите? В храм новомучика из пьяников российских есть и Тимашевская епархия. Сейчас хожу в православную приходу отца Олега. Много подчеркну позитивно. Слава Богу. Так, причисляли к святому. А, Алекс, нет, не причислили. Патриархия к святому от меня. Это было так. Я скину, посмотрите. Я думаю, вам очень понравится. Мне, по крайней мере, очень нравится. И в определенный жизненный период мне очень душу поддержало. У меня есть это видео. Я живу рядом с часовни Серфима Вырискова. Я очень рад. Так, всем доброй ночи, отец. Всем мир вам в вашем доме. Всего вера и премьера. Спасибо, Господи, Александр. Я свою бабушку в дом престарелых отдал. К сожалению. Прости вас, Господи. Правильно я сделал или нет? Нет. Мы несем до конца свой крест. Заботимся. Это то же самое, что от вас в детстве бы отказались родители и сказали, что у нас своя жизнь, мы хотим с удовольствием жить. Так и здесь. Бабушкой надо, конечно, до конца нести максимум, сколько это возможно. Так. Я не мог бы за ней ухаживать. Есть исключительные моменты. Есть опека. Ой, опека. Есть соцзащита. Вот, правильно будет так сказать. Которая могла бы вам в этом помочь. Я слышал, что выкапывают кости, если они светлые, то он святой. Это у монахов. Их захоранивают, потом через три года открывают их гробы и смотрят. Если кости белые, то, значит, обрел Царство Небесное Рай. Если нет, то в отдельную костницу складывают и за них молятся. Так. Какая слава Богу за все. Да, 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 да. Давайте пожилых. Да, да, да. Я некоторые пролистаю, чтобы все-таки приблизиться к вопросам, которые актуальны. Можно ей лучше... Так. Батюшка, здравствуйте. Как найти вашу группу в интернете? Да, я же ссылку на свою трансляцию. Ну, так и забейте, пожалуйста. Просто батюшка love по-английски. Батюшка по-русски love. Батюшка любовь. Я ссылочку кину. Так. Это про фоне, скорее всего. Ну, это во многих монстырях такая традиция есть. Так. Мог, не мог. Грех большой. Кто дом сдал? Мы до конца должны нанести крест, конечно. Так. Да, как найти? Так. Здрасте. А пиво пить можно в эти дни? Ну, если оно постное. Не, шучу, конечно. Не нужно этого делать. Пить сок, я думаю, гораздо лучше будет. Причем, своими руками сделанной. Так. Я знаю, экскурить, сам это слышал. Да. Давайте, скажи, как найти ВКонтакте. Найти. Сейчас я посмотрю, как я ВКонтакте. ВКонтакте Константин Сергеевич Мальцев. Так можно найти. Там же есть и наша группа. Так. Я вас не могу найти в Одноклассниках. В Одноклассниках я именуюсь как... Где я вообще тут есть? Потерялся я. А, Ирей. Ирей Константин Мальцев. Так. Дальше, дальше. Нужно соцзащиты платить. А я получаю 20 тысяч. Ну, у нее же пенсия была. Ну, мой родной. Я не осуждаю ни в коем случае. Я ответил только лишь на вопрос. Грех или не грех? Ну, конечно, крест надо нести до конца. Друзья, все. Давайте загругляться. Я, честно говоря, уже и подустал. Человек не ухаживает за детьми. Маленькие в саду смотрят. Да. Да, да, да. А вино можно? Ну, вот на Благовещение, на Пасху. В принципе, на праздничные дни можно будет. Так. Нам, женщина Афон, доступ закрыт. Да, даже посадить могут от полгода до года, если женщина на Афонскую землю наступила. Это повеление Божие. Не в плане посадить, а в плане, чтобы нога женщины не ступила на Афон. Так, как минимум, там мужчины, там мужские монастыри. Зачем соблазн сеять? Хотя бы только чисто из этих соображений. Да, 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 да. Спасибо, Господи. Вы же в заблуждение вводите прабабушку. Прабабушку. Какую бабушку? Где же грех? Что же вы, людей, заблуждение? Не знаю. Если это мне вопрос, относительно заблуждения, я считаю, что надо до конца досматривать. Как своих родителей, как своих прародителей. В независимости. Тяжело, не тяжело друг друга тяготно носить. А соцзащиту можно, в принципе, к этой помощи привлечь. Все, мои дорогие. На сегодня все. Я благодарю вас за то, что вы были в этом эфире. Рад с вами очень пообщаться, ответить на ваши вопросы. Всем вам, Ангела-Хранителя, с вербным воскресением, Божьей помощи на предстоящую седмицу. С вами был священник Константин Мальцев. Добавляйтесь в наш проект «Батюшка Лав», «Батюшка Любовь». Буду рад, если и другие священники отвечат на ваши вопросы. Храни Господь Божьей помощи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok